Мамы будущие, тихонечко, пальчиками по животу, как будто вы там отбиваете по барабанчику, тихонько, ладно? Готовы? Я по барабану громко барабаню. Вот такое тактильное общение еще не родившегося малыша с мамой. Все это в рамках снотал-педагогики, системы воспитания здорового ребенка до и после рождения, которая построена на непрерывном развитии его музыкально-эмоционального интеллекта. Разработана она впервые в истории медицины, психологии и педагогики 35 лет назад. Сотрудники санатория Заполярье решили адаптировать и внедрить ее для своих отдыхающих. Это было совместное предложение, которое нашло применение здесь, именно на базе санатория Заполярье. Потому что здесь есть все условия для создания данной школы и развития трех направлений, связанных с этой программой. Если же в целом говорить о санатал-педагогике, то только в набережных Челнах родилось по данной системе 45 тысяч детей. Сочи также присматривается к ней. Сегодня в санаторий Заполярье были приглашены представители городского управления по образованию и науке и преподаватели педагогического вуза. Сегодня 7 из 10 рождаются с признаками незрелости. Это общие данные статистические мизра. Не у нас, везде. По шкале Абгар 10-балльные рождаются очень мало детей сегодня. Но это попытка сделать так, чтобы ребенок зрелым рождался. Все эти слова про гениальность в помойку. Вообще не об этом речь. Просто ребенок должен дозреть, как фрукт на дереве. Дозреть. Он должен вовремя родиться к 40-й неделе. Не на 30-й, как сейчас, не на 35-й уже получше, а 39-й и 40-й. А дальше целая система продолжения этих занятий в раннем возрасте. А потом оказалось, что и дошкольник должен это продолжать. Разработчики программы готовы в сочинских вузах читать студентам лекции по системе санатал-педагогика. Это трехступенчатая модель. Сначала подготовка для беременных женщин, затем для детей от нуля до трех лет и программа для детей до семи лет. А юные гости Заполярье получат 10-дневный курс увлекательных занятий. Сегодня все, кто пришел на презентацию необычной программы, остались довольны. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.